приветствую вас дамы и господа с вами don't stranger и это прохождение horizon продолжаем на том на чем остановились часть 3 а именно нужно залезть на этот шпиль и я так понимаю мне как-то сюда нужно забраться а там что за информация хочу глянуть разве тут были бурдюки с а вообще-то по-моему добыли хотя бурдюка я не помню кстати истребитель добыл а ну-ка что тут еще есть память о всех кто погиб а что еще тут есть можно посмотреть братья и сестры у нас важные гости работайте как следует а там есть ресурсы то вид вы принесла много разрушений а куски а то окей останки от этого от истребителя тут не остались ой так крестик крестик нет встречи попытки не привык я еще к этому крюку и зачем зачем я сюда забрался чтобы просто осмотреть или что зачем дают тут возможность так полазить а ресурсики чутка ресурсов не помешает смотрю там еще есть маленький ящик с припасами могу ли я тут пройти ух ты залезла фига и тут залезла классно вроде бы казалось раньше такой возможности не было соответственно о о о и тут залазит в неоплатном долгу спасительница а так не застрять бы тут в текстурах класс она опирается на стенке когда так как к тому ресурсу попасть понял что же хочу на r2 нажать вместо дополнительного нажатия на крестик пособирали ресурсов погнали наконец-таки на этот шпиль заберемся что не позволяли в первой части сейчас позволят сделать повиснув на уступе нажмите кружок не двигая джойстиком раньше просто типа стрелочки блин не очень как-то мне раньше управление больше нравилось а можно было залезть оттуда можно было залезть отсюда ладно куда дальше вот от стенки бы прыгнуть но нет где-то тут а вот вижу что дальше а вот так прыгнуть назад и схватиться за те веревки позади так что-то неправильно делаю так чтобы прыгнуть в бок отклоните в нужном направлении нажмите нолик ясно как-то раньше все на крестик делалось и она просто рукой водила куда ты левым стиком соответственно отводишь как-то сейчас мне это не очень нравится не знаю зачем было это переделывать в чем была проблема удерживать l2 затем нажмите троугольник чтобы понятно ладно окей если дальше будет куча таких головоломок ну норм как бы перебраться на шпи и что дальше этого что не пригодится окей теперь я смогу туда забраться что-то передало через шпи и сохранил аида зачем ему это надо я найду сайлентса если выясню куда он его отправил надеюсь узел наверху поможет это узнать похоже обшивка отошла может подъемник ну-ка круто точно повезло не пришлось лезть наверх интересно что подумают как вау только погода изменилась на пасмурную что зачем только что солнце светило по полной а вот и узел где-то на дальнем западе что шелой вижу ты наконец-то все поняла если честно я удивлен что ты так долго раскрывала мою уловку ты настроил копьем чтобы украсть аида как можно быть таким безумцем безумцем это ты пыталась уничтожить аида вместе со всеми его драгоценными знаниями что за таинственный сигнал пробудил его или где резервная копия гей который ты так долго и упорно ищешь ты знал но ничего мне не рассказал у меня хватало своих проблем в последние полгода элой но я могу их решить в отличие от тебя поэтому когда ты поймешь что мой обман был необходим попробуй найти меня на запретном западе и узнай то что я обнаружил да уж я тебя найду да ну что ж имея координаты добраться легко даже тебе да 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 окей ну подумаешь сохранил он себе а игорь неужели она подумала что эти все заражения идут из-за того что он сохранил аида ты вошла внутрь и он изменился почти как в день битвы я только рад что сегодня идет дождь ненастья скрыла башню от глаз что ты обнаружила солнца уже да это будет непросто запад не зря называют запретным землями там правит племя грозных воинов это накт и они не пускают и они не пускают к себе чужаков впрочем король солнце ават сумел заключить хрупкий мир с ними а через день или два туда отбывает наше посольство к самой границе если могут и пропустили чтобы устроить охоту а только убийц мне не хватало а король солнце а я рад тебя видеть ты исчезла так внезапно мы не успели отблагодарить тебя может мы покажем защитница копье да тихо да мы пришли с дарами согласно этикету мы должны вручить их во дворце но я думаю церемониями можно пренебречь принесите их а вот это очень щедро но я учит наша скорей надо вручить и все пока опять не сбежала зачем торопиться все персонажи с первой части так ей новое копье не дарят тебе что что как тебе не знаю а красиво от имени граждан дома солнце окей эти дары будут знаком вечной благодарности кусок брони на лоб и позолоченное копье что ты хочешь пообщаться с друзьями скажи как будешь готовы отправиться окей чтобы узнать о прошлом героев игры открыть и записную книжку прикрепить к новому копью главный блокиратор и перейдите в раздел биографии персонажей у сколько тут получается дел может быть отображение головного убора элой можно включать и отключать в разделе это я знаю ок о можно с аватом поговорить о водоке добра скульптор хотел чего-то масштаб вдвое больше с камнями и по золотой быстро вы успели но я подумал ты вряд ли такое оценишь это правда прости ават рада тебя видеть но не могу остаться ясно я надеялся ты остановишься в городе может в дворце меридиан все еще в опасности и не только он мне придется уйти на запад на земле тенакт во имя солнце тенакт что ж может марат уже говорил после долгих лет вражды нам удалось заключить мировое соглашение через пару дней туда отправится посольство это так общение происходит нынче да явное различие есть так посольство чем это новое посольство особенное как и этот день его украсит важная персона делегация встретиться с тенакт у света пустоши дадим сокровищ и они вернут пленника фашала одного из лучших солдат солдата или захватчика нет не тот случай фашав мой кузен он не похож на таких как гелис он отправился на запад в надежде обуздать некоторые крайности но во время героической обороны нашего лагеря в алых песках его схватили он остался в плену ммм про фашав во твой кузен фашав как долго он был это нахт пять лет послы ты нахт клянуться что он в порядке но не знаю их племя известно своей жестокости на фоне этот мелкий принц сражается там тренируется типа скорость встретишь его раньше меня передай что я жду его в мире там где непременно передам года вражды когда ты говоришь о годах вражды речь идет о красных набегах ну да моя любимая тема я бы не спросила без надобности как ты знаешь мой отец нападал на другие племена озера банук и нора сильно пострадали в сражениях с ним но тенакт сумели отстоять себя собрали войско и напали на нас у света пустоши выгнали со своих земель вновь выстроить общение с ними было тяжело тяжело не то не то нажал раньше меня непременно твой кузен фаша да чё на этого фаша фапа попадаю раньше меня непременно во надежда на мир как ты убедил тенакт начать диалог после войны так же как привлёк твоё внимание с помощью даров тенакт любят диадемы скорее железо специи и артефакты добытые вдвоём мы встретились с ними несколько раз и подарки сняли часть напряжения но новое посольство важнее предыдущих знак что тенакт не возобновят старую вражду так ладно хватит мне пора идти подожди элой я должен кое-что спросить с тех пор как ты ушла я не мог ни о чем думать сейчас неподходящий момент другого не будет ты снова уходишь и я не знаю когда еще мы увидимся я не пытаюсь остановить или удержать тебя ну скажи когда ты завершишь свое дело ты вернешься в мире надолго чтобы мы успели провести время вместе что смогли узнать друг друга тоже мне король прикольно да значки эмоции как и было хорошая мысль так сейчас нет времени а вот ситуация требует от меня полной самоотдачи то с чем я борюсь угрожает не только меридиану но и многим другим местам многим невинным людям и то что между нами не так важно сейчас не время ты права я веду себя глупо король король должен понимать что значит отдавать все силы прошу прими мои извинения и пожелания успехов во всем окей до встречи все наши надежды только на тебя если здесь будут так каждые разговоры по 15 минут то это затянется прям надолго так это дамочка помогла сбежать тому вот мелкому королю королева на саде славная защитница а нет это не она что нужно сказать королева что мы нескончаемо признательно тебе защитница и пацана по моему из крепости переработали он выглядит по-другому все правильно ты молодец и там очень приятно защитница ты научишь меня стрелять из лука по машинам и там меня ждет очень важное задание спасти мир вроде того но когда я вернусь я дам тебе несколько уроков с радостью мы перед тобой в долгу мы этого не забудем да светит солнце твой путь берегись громозевом защитница нам громозевы не так стражен громозев как буревестник такс что еще тут есть то есть я мог в данный момент походить по собирать ресурсы и опять могу туда забраться зачем там что то есть тренировочные манекены пойдем разобьем парочку легкие удары у можно можно на r2 заряжать атаку вот это поворот как в каком-нибудь этом dark souls и третьим причем вот я заряжаю оттуда и походу все равно урон 5 ну-ка и все равно урон 5 может быть это надо прокачивать по миссии мне туда ящик с ресурсом хорошо как туда забраться как-то так не будет преувеличением сказать что твоя слава бежит впереди тебя спасительница добро пожаловать а можно было хм из внутреннего этого зайти кстати да да выглядит немножечко как-то да ярко но как-то по-другому потому что все эти локации нынче походу недоступны их просто как-то смоделировали по-другому что ли пока блин мне что не нравится то что открытым миром настолько не пахнет как раньше ощущение первой части так окей мне туда вот верстак и что мне с этим верстаком делать так а ты кто а вот как раз таки та дамочка которая помогла тогда у тит ванаша спасибо что пришли а как иначе пусть ты и бросил у нас сразу после тяжелой битвы ванаша хватит она же вернулась так ненадолго я вижу этот ее взгляд у нее появились новые дела и они не в меридиане я ушла не потому что хотела этого мне охотниц не надо ты не должна перед нами оправдываться ты спасла нас если нужно уйти иди мы все понимаем всегда ну и как дела у вас кажется все хорошо наш броненосец заделался военным советником короля солнца теперь людям приходится выслушивать все его речи да пощадит солнце их души по крайней мере я иногда все же говорю что-то умное что-что я уже заснула пока ты говорил а ты как ванаша присматриваю за насаде и итаманом совмещаю охрану и жизни и дурное влияние я про уход за ребенком но твоя версия лучше хм ладно ну знаю знаю тебе пора иди пошла прочь мы верим в тебя защитница верим и помним но пообещай охотница что вернешься и расскажешь о своих приключениях если мне похвастаться нечем хоть тебя послушаю так ну верстак окей а зачем а прикрепить к новому копью передатчик окей так копье защитницы улучшение копья особое снаряжение редкие устанавливаем а та 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 это для использования требуется навык резонаторный взрыв что куда зачем непонятно просто изготовить изготовлена ладно что то еще ключевые предметы и мне так главный блокиратор установлен и и кое-что новое чтобы копить и выпускать энергию резонатор он поможет в битвах да ты чё вернитесь к мараду ок тут повыше еще ничего нету ну ладно заткнись хочу жаловаться и буду жаловаться опа еще с кем то можно поговорить тут а что а вот и истребитель ё-моё вот он где зарылся его зарыли машина была последней линии обороны аида а чё не разобрали притащила сюда сферу а потом чуть меня не убила но теперь это просто груда металла да да итак марад элой ты наговорилась с друзьями или еще не все все наговорились погнали куда-нибудь пора отправляться мне нужно на запад и потребуется разрешение на проход по их землям зря я отправиться надо было попробовать выйти из это каньон у западной границы дома солнце крепость свет пустоши на его дальнем краю посольство собирается прямо у ее ворот это долгий поход две недели пешком за пару дней быстрой скачки доберемся да нам стоит переночевать здесь и выехать утром конечно все устроим и все устроим и 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 Продолжение следует... 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 Что до сикачей, тебе стоит сделать кислотные стрелы. Лучший способ завалить их, попасть по ёмкостям. Спасибо. Я найду Эранда и приведу его. Эй! Куда ты собрался? Обратно наверх. Ждать в безопасности. Прости, подъёмник не берёт пассажиров, пока не дадут сигнал, верно? Точно. Ну, я поехал. Что? Что? Джоро, в проводе нашего усердного друга вскрежет горы. Конечно. А я найду Эранда и помогу расчистить путь. А потом, чтоб без промедления. Свет пустоши. Посольство. Если такова воля солнца. Такова. Уж поверь. Потрясно. Да. Так. И что у нас тут? Наконец-таки... Открытый мир? Ага. Ага. Угу. Это будет... Вряд ли это будет вся карта. Я что-то сомневаюсь. Потому что, ну, что-то она очень как-то маловастенькая. Квастенька. Хотя... Хотя... Нифига себе. Да, немало. Добедитесь до места, где пропал Эренд. Окей. Тут есть город. Тут есть... Речка. Тут есть зоны обитания. Норок этих... А это... Кто? Гребни-роги? Блин. Дайте мне обычных... Ох ты. Неизвестная зона. Лентороги. Наконец-таки места сохранения. В плане этих костров. Ура. А ну-ка. Что если сразу отправиться сюда? Окей. Так отображается нынче. Я и смотрю как раз в ту сторону. Итак. Что я хотел сказать по поводу... Но сперва стоит зайти в скрежет горы, улучшит лук. По поводу трейлера, который сейчас был. То, что она там пошла, кто знает карту хорошо, из первой части. То она побежала сначала почему-то в земли нора. Вообще в первый котел пробежала слева направо. А потом внезапно появилась около этих замка темных этих... Темных кархарь, как они там, с закатного солнца. Приказ предводителя. И там уже... После, главное, земель нора она побежала налево как раз-таки. Да, очень странно. Но надо было смонтировать знакомые места. Вот она бежала всю карту почти. Так, приказ предводителя. Свиток. Небольшой фрагмент. Так, надзор. Доводит до сведения всех жителей преграды. Ворота между северными пустоши и безлюдными землями закрываются. Печатаются до прибытия посольства. Окей. Капитан. Так далее и тому подобное. Это, походу, как раз то, что и так уже нам сказали. Так, с ним я говорить не хочу. С ним, по сути, уже тоже поговорили. Могу я просто вот так спуститься, походу. Но, как интересно, нынче камни отображаются, за которыми можно зацепиться. А можно вообще вот так спуститься. О, цветочки. Кстати, я хотел посмотреть по инвентарю наконец-таки. Записаны книжки. Машины. Это понятно. А, вот эту я не смотрел. Как раз таки я дохлёста. Варианты я дохлёст и вариант неизвестен. Наверняка будет какой-нибудь заражённый. А, это получается... Ага, можно так смотреть. Можно смотреть, какие ресурсы из него выходят. Выходят. Добываются. Кристальные оплётки. Всё знакомо. Железоед. И этот тип, кстати, сказал, что нужно ядовитые стрелы изготовить. А из чего они готовятся? Ванаша. Марат. Ават. И Утит. Про Утида немножко не помню. Утит, некогда бывший капитан в войсках мятежного Карха Тьмы. Вот. Вскоре обнаружил несколько коррумпированные властвующие жрецы. А, насколько коррумпированные? Жрецы и генералы. И не стал этого скрывать. Да, за ним там была охота. Нужно было выполнять миссию, его выслеживать. И он в конце уже, мы вместе с этим Утидом отбивались от наёмников, получается. Которые хотели его убить. Ну, а Ванаша помогла, шпионка Ван Карха. Помогла спасти того ребёнка. Дитя Тьмы или как там. А здесь есть биография того дитя? Походу нет. Ладно. Коллекционные предметы. Голозаписи. Подожди. Можно воспроизводить. Сюрприз. Играть. Ге-версия 6-9. Ге-версия. Понял. Это те самые видосы. То есть. Видеозаписи. Только они в аудио остались. Это что? Обучение. Преодоление преград. Основные приёмы. Бег. Скольжение. Окей. Это я так. И так или иначе. И так знаю. Прыжок со стены. Прыжки. Под водой. Быстрые перемещения между кострами. Автосохранение перед боем с боссом. Быстрое перемещение. Если вы чувствуете, что не можете справиться с боссом, попробуйте загрузить файл. Ага. Прикольно. Обучение всякие. Раньше за обучение какого-нибудь оружия давали опыт. Кстати, насчёт опыта. О, задание. Активные. Основное задание. Два очка навыка дадут. Карта. Навыки. Вот. Так. Вот что я хотел узнать. У меня походу три очка навыка. Или два. Непонятно. Итак. Например. Лучник. Что тут есть? Концентрация увеличивается. Постоянное усиление. Увеличивается лимит концентрации. Окей. Там дальше потом какие-то ульта. А, тут можно вот так переходить между навыками. Ух ты. Так. Быстрый охотник. Опытный трофейник. Ускоренная установка ловушек. Окей. Резонаторный взрыв. Ага. Чтобы накапливать энергию в резонаторе. Копья. Атакуйте противника в ближнем бою. Накопив полный заряд, нажмите R2, чтобы высвободить его на цель. Комбо атаки. Мне нравится. Так. Лечение. Да. Сильно действующие лекарства. Я когда проходил на очень высокой сложности первую часть. Там требовалось быстрое лечение. И это походу одно из, как раз таки, этих эффектов. Лечебные ягоды восстанавливают больше. Здоровье действует быстрее. Так что это я хочу прокачать в первую очередь. Чтобы лечиться эффективней. Хотя там противники наносили чуть ли не ваншотили алой. Нынче такого не происходит. Защита при низком здоровье. Возможность выдержать большой урон при критическом малом запасе здоровья. Меньше 20%. 25. Или ускорение автоматической регенерации при критическом малом запасе здоровья. Есть автоматическая регенерация. Странно. Так. Это что? Скрытность. Бесшумные атаки наносят больше урона. Это тоже полезно на высоких сложностях. Чтобы в бой сильно не входить. Во время езды на машине вы получаете меньше урона. Угу. Чтобы сесть на перехваченную машину. Пройдите к ней и нажмите квадрат. Учтите, что для езды. Подходит только определенный тип машин. Это понятно. Я хочу потратить навык сюда. Выглядит весьма неплохо. Если я смогу против людишек так эффективно сражаться копьем, то это будет весьма-весьма. Так. И у меня почему-то ноль. А что это за значок 3 тогда в углу в правом? Типа у меня третий уровень, но очков навыка было всего два? Типа того? Ну концентрация мне не очень нужна. Быстрый охотник. Ставить мины тоже особо не надо. Я хотел еще скрытность прокачать. Сведения навыки R2. Так. Постоянное усиление навыков. Эта категория действует постоянно. Угу. Есть непостоянные навыки. Понятно. Цифра 3, походу, это уровень мой. Инвентарь. Наконец-таки изучим. Копье защитницы. Странно. Вроде у меня и так это было копье. Нет? Мощное и высокотехнологичное копье. Урон, скорость атаки. Все по 100%. Непонятно. Одежда все та же. Понятно. Инструменты. Камушки. Одна ловушка у меня. Окей. Боеприпасы. Нужно вспомнить как что. Ресурсы до сих пор я понасобирал, а попродавать-то не продавал. Интересно, насколько тут инвентарь резиновый. Можно разобрать. А можно сортировать. Окей. Еще травы всякие. Горько-лист. Говорят, эти травы на вкус... На вкус листья не только способствуют пищеварению, но необычные вкусы. Если их приготовить должным образом. Так, ладно. Источники. Область применения. Покупка пищи у повара в населениях. Окей. То есть я смогу продавать. Это вообще на перец похоже. Либо на зеленый горошек. Лечение раны, изготовление зелий. Синие ягоды. А всякие зеленые, типа поварам отдавать. Тут есть повара. Круто. Зеленоцвет. Так. Позволяет получать краски для одежды у красильщиков. Вот это прикол. Так. Это все продажа. Это все улучшение оружия и одежды низкого уровня на верстаке. Прикольно. Так. И особое снаряжение. Крюкохват. Понятно. Окей. Пойдем не по плану. Не по основной миссии. Сначала вот сюда. Потом вот сюда. Хочу узнать, что это. И еще тут на горе был зеленый ресурс. Может, как-то можно забраться на эту гору? Да. Может быть и нет. Так. А что по времени? Ну, время еще есть. Так что пробежимся. Посмотрим. Так. Так. Сколько у меня тут веток? Вроде бы норм. Раз есть надпись «Разобрать ресурсы», значит, все-таки инвентарь может быть не резиновым. Кабанчики. Дикий кабан. Интересно, насколько они сильны. Огненный гребнерок. Огненный. Уязвимость. Холод. Преимущество. Огонь. Так. Стоп. А этот хотел сказать, что где-то есть верстак. Блин, надо было сначала все-таки посмотреть, где верстак и... Типа сделать новые стрелы. А я могу сейчас обратно забрать добраться быстро? По этим же камням. Она офигенно нынче. Карабкается даже по тем камням, которые раньше так нельзя было, короче говоря. Вау. Неужели тут верстак был, на котором можно было изготовить что-то? Это не верстак. И это не верстак. Так, стоп. Ммм. Так, стоп. А это что? Это тоже верстак. Я слепой или где? Он сказал мне изготовить какие-то стрелы. Какие-то новые, ядовитые. Туда можно забраться? И там даже что-то есть. Или нельзя? Нет, я хочу забраться. Вы можете быстро перемещаться между ранее... Элой, запрыгни. Молодец. Вот зеленоцвет какой-то, да? Горько-лист. Горько-лист. Это что? Белка. Малюсенькая белочка. Извини, белка. Сегодня не твой день. Опа, еще и что-то фиолетовое выпало. Ха. Кость белки нынче фиолетовый. Раньше, по-моему, кость белки была синяя. Значит, сейчас это более редкий ресурс. Так, окей. Обучение сохранением. О, еще белка. Белка, стой. Выходи. Извини, белочка. Быстрое сохранение. Быстрое перемещение на нолик бесплатно. Вот это поворот. Ха-ха. О, ресурсы. Спрыгнуть вниз. Отпрыгнуть назад. Обучение. Постоянно будет так появляться. Надо будет это попробовать убрать. Зачем я сюда лезу? Зачем я лезу наверх? Наверное, потому что там есть ресурс наверху, все-таки. А почему карта так далеко? Ага. Там есть что-то. Наверняка. Все-таки надо было сначала верстак. Это что? Показалось? Все, никак не привыкну, что нужно держать. Енот. О, ну куда ж без енотов-то? Показалось. Окей. Элой вылез из кустов. Тут еще выше можно забраться. Офигеть. Офигеть. Тут если вертикальные проходы вверх-вниз будут, то... Да тут же куча времени можно на игру потратить. А... Так-так-так. Кроме того, что... Тут же будет еще этот... Крылоплан. Как, короче, можно будет же... Короче, парашют. Элой, подтянись, пожалуйста. Прикольно. Виза отображает путь. И зачем я тут? Еще выше можно забраться. Ну что, позанимаемся скалолазанием? Офигенно. Причем некоторая трава? Э, я собрал траву? Походу, да. Так, и куда мы забрались? Тут вкус. Опачки. Что это? Металлический цветок. Да ладно. Опять будут металлические цветки. Только выглядит нынче немножечко по-другому. Э, а забрать? Или как нынче? Что? Не понял. Ему не наносится урон. И как? И что? Раньше же их можно было собирать. Не понял. Может, выстрелить надо? Нет. И этот цветок теперь у меня на карте будет отображаться? Путь перекрыт. Нет необходимости инструмента. Я пришел. Увидел цветок. А взять не могу. Может, нужно заряженную атаку его? После тяжелого удара R2 по врагу заряженным копьем появляется синяя свечи... Светящаяся зараженная энергетическая точка. Выстрель в эту точку и... Понятно. А цветку пофиг. Может, он раскрывается ночью? Воу. Железная дорога. Типа шахты. А если бы у меня сейчас был парашют, я бы красиво спланировал вниз. Я так и не посмотрел верстак. Скорее всего, верстак был бы... Ух ты, блин, сколько места. Ладно. Скорее всего, верстак был бы где-нибудь... Где-нибудь... В городе. До зараженных машин. А я поперся. Совсем в другую сторону. Для изучения. Судя по всему, что-то случилось. Да, например, вон там машины ходят. Кабанчики. Людишки. Шахтер Азерама. Я просто побежала. Я не оглядывалась. Я не оглядывалась. Так, и что тут? Похоже, это брик. Ты как? Нормально. Спасибо, Корвент. Корвент? Не, не сейчас. Держись. Что случилось? Его по имени назвала, как будто знает его. Был взрыв в шахте. Хлынула вода, все затопило. Часть моих парней Все еще там внизу. Надо идти. Нет, отдохни. А ты ранен? Что случилось? Что именно случилось? С помощью контролируемых взрывов Мы обнажали новые жилы в шахте. Что-то пошло не так. Я не могу. Нужно идти. Что нужно идти? Человек там осталось. Корвент. Сколько? Двое. Кажется. Еще двое. Сделаю, что смогу. Интересно. Глубокое... Что? Глубокое... Горе. Понятно. Пятый уровень. Ух ты. А ну-ка. Ну-ка, пойдем поможем. Интересно. Начнем. С такой вот миссии. Багровые тесницы. Так, тут походу... Нужно быстрее найти шахтеров. Окей, найдем. Опа, вода. Нифига ж не видно. Вау. Офигенно. Ух ты. Фиолетовое что-то. Элой. Запрыгни. Залезь, пожалуйста. И как это добыть? А, вот так. Просто подойти. И можно треугольник нажать. Подплыви, пожалуйста. Акустическая камера нарокопа. Фиолетовая. Наверное, ценный ресурс. Так, и куда? А что... Опа. Тут можно. Еще ресурсики. Элой, не ври. Вроде бы воздуха хватало. Странные бочки. Прикольно, что визор дает такую эхо-локацию, как будто бы. Это что? Аномальное что-то там? Мало кислорода. Аномальная фигня какая-то там. Оттолкнуть. А, оттолкнуться. Ух ты. И можно так быстрее плыть. Офигеть. Задание подводное. Чуть-чуть. Так, ну вас тут двое. Плавать умеете? Ты кто такая? Офигеть. Я Форвинда. Вы ранены? Нога. Да. Оказался слишком близко к взрыву. Что случилось? Мы взрывали стену в дальнем туннеле. Но балка не выдержала. Все рухнуло. И... Кажется, дренажную шахту словила. Вода прибывала так быстро, как я, осушая кружки с Элем. Мы еле добрались сюда. Значит, что-то не дает воде уйти вглубь туннелей. Что ты задумала? Есть одна мысль. Еще взрывчатка есть? Ты спятила? Да. Наверху должна была остаться. Но понадобится фитиль. И ты спятил? Ты не можешь идти. А я тебя не брошу. Хуже она уже точно не сделает. Ждите тут. Окей, надо что-то взорвать. Фитиль появился. Что именно перекрыло шахту? И разместим кусочки. По-моему, это тот самый проход, да? Который... Или нет? Может здесь? Почему мне показывают туда? А как насчет карты? Ммм. Тут есть проход какой-то? Немножко вправо. Вправо. Окей, нырнем да посмотрим. А, понял. Почти на месте. Нет, погоди. Тут внизу что-то есть. Элой, ты куда плывешь? А, там какой-то поток воды идет. Фиг проплывешь. Если добраться до вагонетки со взрывчаткой, может я пробьюсь через завал. А как туда добраться? Да, догадаюсь, по вот этим просто доскам. Элой, серьезно? Вот так вот можно? Я не понял. А я могу так же просто наверх запрыгнуть тогда? Во! Это так задумывалось разрабами? Или как? Вообще? Что это такое? Упс, нырнуло. Так, там вроде ничего. Там есть за что зацепиться. Тут есть веревка. О! А внизу есть ресурсы. Окей. Ресурсики, ресурсики. Тут, походу, можно будет ресурсы дособирать, когда вода сойдет. А я этим... А я этим сейчас занимаюсь. А... Так, ну вот же лестница. Хорошо. И делай раз. И делай два. И делай три. Окей. И что мне это дает? Мне это нужно выше. Тут есть кран. Куда это я пошел? Куда и зачем я сюда пришел? М-да. Ресурсики. Офигеть. Сколько тут мест еще. Что это? Недоступно. Вот это поворот. Я не понял. Я выпал, нет? Фух. Интересно. Так, где эти нарокопы? Сзади меня. Это не очень хорошо. Эта машина не любит огню. Так, а можно криту урон нанести? Да уж. Плохо дело. Ау. Очень плохо дело. Я могу куда-нибудь убежать. Это что? Это что за споры? Зря я сюда полез. Ой, зря. А я сделаю так. И где я? Ага, понял. Зая лезу. У меня нету нормального оружия. Сейчас с ними сражаться прям как надо. Зато я могу уйти куда-то. Ого, сколько ресурсов. Кислотные ловушки. Ага. Кислотные ловушки. Они раньше делали враждебные машины. Короче, ссорили друг с другом. Ага. Я пришел туда, куда надо. Ха. Вот это да. Возможно стоит сбросить по лесу. Тянем, потянем. И вытянули. Окей. И... Здесь ресурсики. Ммм, это взрывчатка. Огнежар. Бахнет только так. Только держись. Что? Вот так вот? Вот бы сейчас вагонетка, если застряла бы. Элой, может убежишь? А, не, и так сойдет. Ха-ха. Так, и теперь вода должна уйти, да? Я так понимаю. Да, шустро вода ушла. Ха. Это его привлекло. Упс. Это что? Что? Ресурсов нет? Ау. Так, а теперь явно у них больше хп, чем были в обучающих моментах. Он своих зовет на помощь. Крит. Хорошо. Так, погоди, этот же... Все. Но только другой появился. Ага. Ты что не замерзаешь-то? Это все? Фух. Нет, это не все. Так быстро ресурсы тратятся. Есть. Критуем. Хорош. Разобраться. Теперь нужно проверить шахтет. Фух. Неплохо, неплохо. Мне нравится. Так, теперь как выбраться отсюда? Угу. Комплект быстрого перемещения, камушки, лечебные зелья. Походу мне сюда. Ага. Ясно. Тащим. Надо сделать шаг назад. Тащим. А я могу еще оттащить? Чтобы подтянуть объект, отпустите крюкок в ад и отойдите в сторону. Типа вот так? Ну да. Хм. Типа тут можно загадку так решить. Куда-то забраться с помощью... Ящиков еще. Там я был, там я был. Вот там что-то. Ящик с припасами. А. А тут еще есть ящик. Ха. Офигеть. Ну прям... Сперва надо отойти подальше. Прям году вор. Реально. Тоже ящики-то стащим. Году вор. Анчартед. Ящички перетаскиваем. Чтоб куда-либо запрыгнуть. Ха. Ага. Вон там был ящик. А. Так. Отсюда я смогу попасть? Ммм. Походу нет. Мне нужно как-то попасть на тот кран. Хм. Просто попасть наверх. Зачем мне... Хм. Ау. Просто запрыгнуть здесь. Ну. А. Я ж могу вот так. Нет. Нет. Сложно. Ха. Сложные задачки. Пошли. Платформинг. Все дела. Вон там какой-то синий ресурс. А. Ладно так и быть. Еще разок. А почему сразу я не взял тот ресурс? Ладно. Пройдем опять через этих норок. Норокопов. Только теперь тут воды не будет, да? Я правильно понимаю? Да. И как? Как мне тут быть-то? Я же свалюсь вниз. Реально там глубоко нынче. А, нет. Спасибо. Не надо. Пойдем отсюда. Можно вот сюда просто заберем... Забраться. Да уж, анимация. А, ладно. Фигней пострадали. Погнали наконец к... К-к-к-к. Мы этого не знаем. К ним. А почему мне можно было сверху пройти? Это к чему там было? То есть я мог сделать вот так. Зачем-то. Э. Зацепить за лестницу, пожалуйста. Ну, зацепейся. Ладно, там был бы просто проход как раз-таки сюда. Ладно. Фигней страдаем. Ну что, путь свободен? Ты справилась? Ага. Я думал, ты себя взорвала. Вы сами выберетесь? Конечно, я смогу вынести этого придурка. Спасибо. И теперь что? Вернитесь. Окей. Так, а тут, где я нырял, было какое-то место. Офигеть. Тут можно заблудиться нынче. Ага. А, вот. Путь перекрыт. Нет необходимости, необходимого инструмента. То есть если я пойду сюда... Сообщу корминду, что его люди живут. Во. Какие-то цветки. Офигеть. Тут еще можно будет вернуться сюда. И как в году вор получается... Чем-то огненным кидаться, чтобы эти стены взорвать. Прикол. Что? Звук такой, как будто машина рядом была. Так, ну что ж. Что ты мне скажешь? Я нашла этих двоих. Ага, и спас. Они в порядке, но им нужно помочь. Остальные целы? Да. Боюсь представить, что случилось бы. Не покажи ты тут. Знал же, что нельзя так часто взрывать. Но хозяин шахты, Ульвард. Ай, все время давил на меня. Я пытался защитить ребят от его постоянных требований. Ежедневно. Я был слишком слаб. Ты сделал для них все, что только мог. Не бросил их. Пусть Ульвард перегрызет мне глотку, но мои люди в эти шахты не вернутся. А вы справитесь тут? Да. Дальше я разберусь. Спасибо, охотница. Ура! Глубокое горе. Очки навыка. Два очка навыка дали. Нифига себе. И доступна лицевая раскраска изобретатель Озерам. Спасибо, охотница. Я вытащу те от твоих. Прикольно. Так, ну что ж. Пора... Пора заканчивать как бы. Так что увидимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Это была третья часть прохождения Хорайзен. Всем до скорых встреч. И пока-пока. Мы слишком часто взрывали. Мы слишком часто взрывали. Мы слишком часто взрывали. Продолжение следует...